Я вас представлю, меня зовут Екатерина Пчельник. Я себя считаю преподавателем ГИКа, потому что я очень люблю цифровые инструменты, какие-то технологические решения для того, чтобы эффективно организовать свою непосредственную работу как преподавателя и учебный процесс. Мы сегодня с вами поговорим про то, как чат-бот и хайповая сегодня достаточно тема, как преподаватель его может использовать в своей деятельности. Но для начала, о чем мы с вами поговорим, это непосредственно про то, что такое чат-бот, какие задачи он может выполнять. Я покажу вам несколько примеров, в том числе и созданных мной. Расскажу о том, как я вижу создание чат-бота, потому что я не являюсь преподавателем информатики, у меня нет никакого технического образования, я преподаватель социально-гуманитарной дисциплины, поэтому я со своей точки зрения, как я проходила все эти этапы, что в итоге у меня получилось. Порекомендую, что еще можно почитать, и затем отвечу на ваши вопросы. Но сначала немного отсылок к истории. Откуда вообще у меня возник интерес к чат-ботам? Он возник уже где-то почти полтора года назад, даже больше, в осенью 2019 года, когда впервые в Беларуси объявили хакатон. Мне очень хотелось поучаствовать в хакатонах. Но хакатонах как таковых для гуманитариев никогда не проводилось. И здесь как раз объявили о хакатоне, посвященном Великой Отечественной войне, ее наследию, и нужно было придумать технологические решения для определенных задач. И мы с командой коллег поехали на этот хакатон, ехали с одним решением, хотели создать мобильное приложение, но в итоге менторы нас убедили, что лучше сделать это с помощью чат-бота, тем более, что есть как раз решения, которые позволят нам, не будучи программистами, сделать это. А у нас как раз в команде не было специалиста, который бы помог нам это сделать. И мы во всем разбирались самостоятельно. И вот уже увидев, как это работает, почитав дополнительную информацию, уже после хакатона я дальше стала интересоваться этой темой и интересуюсь до сих пор. Какие проблемы я лично для себя увидела с точки зрения преподавания? Очень много рутинной работы, на которую постоянно нужно отвлекаться. Например, сдаешь задания студентам, объясняешь, как его нужно сделать, например, как создать презентацию, что такое проект и что в нем необходимо делать. И вот эти рутинные вопросы очень часто забирают много времени. Хотелось как-то это все автоматизировать. Кроме того, очень часто есть вопросы по домашнему заданию, по тому, как ту или иную работу выполнять, подготовка к экзаменам и так далее. И вот эта работа рутинная, большая, объемная, она постоянно отнимает время у меня. Но я думаю, что и у других тоже. И, естественно, необходимо было как-то найти решение, что же можно сделать, когда я не вовлечена в процесс, но ответы на вопросы студентам и учащимся поступают. И вот иногда я в такой ситуации находилась, когда не понимала, что же в итоге сделать. Но есть сегодня решение этого вопроса, причем полтора-два года назад их было гораздо меньше. Сегодня их гораздо больше, они более совершенны. Этим решением являются так называемые no-code инструменты. То есть когда за нас создан определенный конструктор, шаблон, внутри которого мы можем работать по заданным параметрам. То есть нам не нужно изучать язык программирования для того, чтобы создать мобильное приложение, создать чат-бота. Те же конструкторы сайтов – это тоже no-code инструменты. Следовательно, появляется у меня такая идея, что вот как раз чат-бот – это тот виртуальный собеседник, который может мне помочь решить те мои проблемы, которые возникают. Кроме того, у чат-ботов есть много прототипов, таких аналогов, можно сказать, так называемая интерактивная литература. Где-то год назад я увидела книгу Бориса Акунина «Суланджин». Там как раз подобного рода работа сделана. Когда вы доходите до определенной страницы, и дальше вы должны, до определенной точки развития сюжета, и дальше вы должны сами определить, как вы будете развивать этот сюжет. Плюс есть отдельная вселенная RPG-игры или текстовые игры, где тоже подобного рода механики работают. Но сегодня очень часто я вижу, что преподаватели, услышав... Ну, тема чат-ботов сейчас очень на слуху. Услышав про чат-боты, увлекаются, хотят понять и разобраться, что и как. Но уже на начальном этапе возникает проблема. Не всегда понятно, что и как делать. Каких-то готовых, скажем так, решений, объяснений достаточно мало. А то, что есть, оно больше направлено на бизнес, на продажи. Ну, естественно, стоит денег. И серьезных денег для того, чтобы этому научиться. Но для себя путем проб и ошибок я определила, что создание чат-бота — это что-то наподобие конструктора Lego. Есть база, и дальше на нее с помощью определенных инструкций мы будем создавать нашего бота. Инструкции в итоге вы будете писать сами. Инструкцией будет являться тот сценарий, по которому бот будет работать. На самом деле, когда разберешься с технической стороной вопроса, многие вещи становятся более понятными. Как я для себя определила, какие задачи чат-бот может выполнять именно в образовании? То, о чем я уже говорила, это однообразные задачи. Рассылка, напоминания, уведомления, процесс непрерывного обучения, сбор информации, оценка эффективности вашей работы, работы ваших детей. Персонализированное обучение, увеличение вовлеченности учеников в образовательный процесс. Чат-бот может быть ассистентом преподавателя и работать параллельно вместе с ним на учебных занятиях, на семинарах, на лекциях и так далее. И чат-бот – это тот, кто работает 24 на 7. Нам нужно отдыхать. Чат-бот может не отдыхать. Его можно так запрограммировать, что он будет работать постоянно. Какие бывают типы или виды чат-ботов? Здесь, с технической точки зрения, есть кнопочные боты. Мы их достаточно часто с вами встречаем на сайтах, в мессенджерах, в Телеграме достаточно часто. Есть бот-суфлер, когда вы вводите какой-то вопрос, и бот вам отвечает. И умный бот с использованием уже искусственного интеллекта. Какие типы чат-ботов, уже с точки зрения, в том числе методического, я вижу на учебных занятиях? Это бот-собеседник, бот-справочник, например, ввести туда информацию по, допустим, датам, понятиям, каким-то процессам, которые важны и нужны для запоминания. Бот-оценщик или бот-тестировщик по-другому, тот, который может выставлять оценку как численную, так и какую-то описательную. И интегрированный бот – это объединение трех вышеперечисленных или каких-то из двух вышеперечисленных. То есть все зависит от того, какие задачи вы будете перед собой ставить. Вот здесь, например, мы с коллегами, с историками выступали на одной из конференций, прилагали такие решения, когда мы работаем с источниками на занятиях, мы можем документ трансформировать в рассказ, в сторителлинг, превратить в гипертекст или сделать документ как основу для размышлений, для выполнения заданий. Но при создании чек-ботов есть определенные, и их эксплуатация, есть определенные трудности. Но трудности я взяла в кавычки. Почему? Потому что трудности эти будут у вас в начале, когда вы будете изучать, когда вы поймете механику работы, эти трудности для вас станут такой обыденностью, и вы их как трудности воспринимать не будете. Значит, какие это трудности? Во-первых, вы должны понимать, ну и вы это увидите, когда погрузитесь в эту тему, что технические и методические блоки будут идти параллельно, постоянно пересекаться. Когда вы будете ставить перед собой решение каких-то задач, вы будете понимать, какой с технической точки зрения вид бота вам подойдет, какую платформу вам нужно взять. В какой мессенджер ее запустить и так далее. Проблема выбора платформы и аудитория. Значит, что с выбором платформы? Все будет зависеть от того, в каких сетях социальных ваша аудитория. Потому что кто-то только в Телеграме, кто-то только в ВКонтакте, кто-то только в Одноклассниках, кто-то только в Вайбере или еще где-то. Дальше. Есть такая проблема, как обновление на самих платформах. Например, когда платформа начинает работать, начинает работать в так называемой бета-версии, функционал весь полностью бесплатный. Но по прошествии времени появляются тарифные планы, и бесплатный функционал урезается, либо вообще отсутствует бесплатный тариф. И то, что у вас в бета-версии было в полном доступе, допустим, частично становится доступным в бесплатной версии и полностью только в платной. Ну, это процесс. От этого мы никуда не уйдем. Мы с вами работаем с цифровыми инструментами. Разными абсолютно. И мы видим, как может меняться тарифная политика компании. Естественно, задача тех, кто создает такие платформы, зарабатывать деньги. Дальше. Есть такая проблема, как следующего характера. Если вы создали в каком-то из конструкторов бота, вы его скопировать и перенести на какую-то другую платформу не можете. Поэтому у вас всегда должен быть отдельно сценарий написан. И вы, если что-то случилось с платформой, у вас все равно исходник остался. Вы его можете перенабрать, перезапустить в другом конструкторе. Ну, и плюс у вас могут меняться запросы, ну, как по любым другим цифровым инструментам. Сегодня мне нравится Kahoot, завтра я хочу использовать Plickers. То же самое здесь. Сегодня вам подходит одна платформа, один конструктор, завтра может что-то произойти, и вы уже перестанете ей пользоваться. Но когда вы пройдете эти все моменты, вот эти проблемы на самом деле для вас проблемами и какими-то сложностями являться не будут. Теперь несколько примеров. Например, поскольку я в основном запускаю чек-бота в Телеграме, у меня, конечно, больше примеров для Телеграма. Например, музей советских игровых автоматов, вот он здесь, в период пандемии, когда были проблемы с посещением, он вот создал чек-бота, который проводил виртуальные экскурсии. Есть много чек-ботов по английскому, один из примеров на ПТ, там, Ленибот. Вот, дальше. Есть классный пример. Вот этот бот, Full House Storyteller, это полностью онлайн-курс в виде чек-бота. Он до сих пор работает, и вы можете зайти, посмотреть, что он из себя представляет. Есть боты, которые помогают подготовить презентацию, есть чек-бот у команды GeekTeachers по тому, как организовать мероприятия, например, развлекательные. Есть боты, которые ребусы создают. Вот была игра, конкурс-игра школы рыбаков фонда, у них тоже был чек-бот Arnie, и координировал работу команд. Очень классный пример я увидела на Эд Кранче в прошлом году, когда выступал Дэвид Келлерман, австралийский преподаватель, и он показал, как он использовал чек-ботов в большой аудитории, где он читает лекции. У него, конечно, другие возможности. Он создал умного бота с искусственным интеллектом, который обрабатывал запросы студентов и в итоге дополнял базу знаний, которые у него есть. И в итоге это оказало достаточно серьезный эффект, и студенческие посты превратились в цифровой контент, который генерировали сами студенты. То есть сами студенты в итоге эту базу дополняли. Дальше. Один из первых примеров, которые мы нашли, когда работали на Хакатоне, это чек-бот в Фейсбуке. Солдата Первой мировой войны, где от его имени рассказывается его история, его жизнь, как он вообще попал на войну, и что с ним происходило. Дальше. Вот пример чек-бота, который мы создали на Хакатоне и затем его доработали. Но здесь нет QR-кода на него ссылки, потому что этот чек-бот сейчас недоступен. Как раз связано с тем, что та платформа, на которой мы создавали чек-бота, изменила тарифную политику, и, к сожалению, перестал там работать. Сценарий у нас сохранился, соответственно, мы, если захотим, его перезапустим на какой-то другой платформе. Вот пример того, как мы создавали на начальном этапе сюжет игры, ну или разрабатывали сценарий. То есть сценарий – это определенная последовательность действий, которая может быть. Вот пример работающего чек-бота, который я делала для колледжа, в котором мы работаем, в котором я работаю, для неоткрытых дверей, для абитуриентов. В итоге мы сделали три специальности, три ветки, для того, чтобы ознакомить потенциальных абитуриентов с теми профессиями, с теми специальностями, которые они могут получить в колледже. Остальные находятся сейчас в процессе разработки. Теперь про этапы создания чек-ботов. Скажем так, они из практического опыта мной выведены. Прежде чем вы будете создавать чек-бота, нужна какая-то идея. Либо у вас есть какая-то цель, либо у вас есть какая-то проблема. Без этого нет смысла дальше куда-то идти. Если вы не понимаете, зачем он вам нужен, может быть, он вам действительно не нужен, а его не стоит создавать. Кроме того, вы должны понимать, для кого вы создаете целевую аудиторию с точки зрения возраста. Потому что разные возрастные группы в разных мессенджерах находятся. Отсюда будет зависеть то, какой вы выберете в итоге конструктор. Соответственно, второй этап, исходя из того, вашей целевой аудитории, вы выбираете тот мессенджер, в котором в итоге будет находиться ваш чек-бот. Телеграма, Фейсбук, ВКонтакте, Вайбер, Ватсап, возможно, одноклассники. Дальше вы уже выбираете конструктор, потому что каждый конструктор работает в конкретных соцсетях. Причем есть разные технические особенности. Например, какой-то конструктор, в каком-то конструкторе вы создали бота, и вы можете его во все соцсети, которые вам нужно запустить. Где-то для каждой, для каждого мессенджера создается отдельный сценарий. И то, что вы сделали для Телеграма, вы не сможете автоматом запустить, например, ВКонтакте. То есть есть целый ряд нюансов. Это связано и с тем, сколько уникальных пользователей у вас может быть, например, на бесплатном тарифе. Какое количество сообщений от этих уникальных пользователей у вас может быть на бесплатном тарифе. Возможно, вы хотите научиться создавать голосового бота или умного бота с помощью искусственного интеллекта. Целый ряд факторов, которые в итоге приведут к тому конструктору, который вы выберете. Ну, конструктор или платформа. В интернете и так, и так называют. Дальше вы создаете сценарий или еще часто употребляют слово скрипт. Суть одна и та же. Но сценарий вы создаете на носителе бумажном, цифровом. Неважно. У вас должен быть отдельный сценарий. Почему? Во-первых, вам будет проще его переносить потом уже в сценарий самого бота. Скопировал, вставил. Скопировал, вставил. Потому что вы логику уже видите и понимаете. И связки вам будет проще создавать. Ну и плюс, как я уже говорила, если что-то произойдет с конструктором, поменяется тарифная политика, возможно, конструктор вообще перестанет работать, компания перестанет поддерживать его, у вас останется исходник, и вы сможете потом что-то изменить и сделать это в совершенно другом месте. Я пробовала делать и в картах, с помощью интеллект-карт, в Миро и Кугл, но мне больше пока понравился вариант вордовского документа либо Гугл-документа, потому что оттуда проще копировать, переносить информацию. Но это только исключительно мой опыт. Возможно, у вас будет все совершенно по-другому. Дальше. Есть несколько, скажем так, требований к тому, каким должен быть текст самого бота. Вот эти все фразы, которые он будет выдавать пользователю. Во-первых, у вас есть цель. Обязательно в начале каждого бота есть приветствие. Если вы с ботами так или иначе взаимодействовали, вы видите, что всегда есть приветствие. Привет, идет персонализированное обращение, там, Маша. Я бот такой-то. И дальше кратко что-то нужно делать. И дальше уже у вас идет выбор. Дальше. Вы должны сформировать личность бота. Это характер и голос. То есть он у вас должен быть, ну, ассоциироваться с каким-то живым человеком. Дальше. Тексты должны быть достаточно короткими. Объемные, сложные предложения разбивать на простые, делить на блоки. От 50 в среднем до 150 символов. Все эти требования связаны с тем, что боты с экрана телефона читаются, в основном, и с ними взаимодействуют. То есть, соответственно, размер экрана телефона гораздо меньше, чем компьютера или ноутбука. Соответственно, от 50 до 150 символов. Дальше. Тон и флойс или манера разговора. Одно дело, допустим, вы общаетесь, допустим, вы создали боты для родителей ваших учеников или студентов. Другое дело, допустим, вы сделали бота для ваших коллег, например, или бота для ваших детей. Все по-разному. И, конечно, должна быть всегда какая-то финальная часть. Либо выдается какой-то результат, либо вы предлагаете пройти еще раз все то, что было в боте. Особенно часто это можно сделать, когда вы знакомитесь с какой-то информацией или закрепляется какая-то информация. Но финал всегда должен быть обязательный. Дальше. Когда мы работаем над диалоговыми сценариями, нам не нужно усложнять текст, делать какие-то сложные научные обороты, очень много таких вводных слов использовать. Коротко, конкретно. Главное, чтобы не в ущерб смыслу. Вы должны смотреть на текст с позиции той аудитории, для которой вы делаете. Если это учащиеся, для учащихся. Если это родители, то с точки зрения родителей. Вы должны сами протестировать то, что вы сделали, плюс подключить помощников. Всегда взгляд со стороны помогает лучше и быстрее увидеть. Даже там орфографические ошибки, какие-то неточности. И совершенству нет предела. Сценарий бота может совершенствоваться постоянно. Вы видите диалоги ботов. Я расскажу, где это находится. Вы видите аналитику, сколько студентов, учащихся или родителей обратились к вашему боту. На каком этапе они перестали с ним общаться. Можно понять, почему это произошло. Можно вручную потом войти в этот диалог и написать какие-то уточняющие вопросы. То есть это все возможно. Дальше. Что касается еще самих сценариев. Есть таких пять, скажем так, классических видов. Пещера времени. Когда идет разветвление от одного на два и дальше по цепочке. Там квест, открытая карта. На слайде есть QR-код. Это ссылка, ведущая на статью в интернете, где как раз описывается суть этих сценариев. Даже если вы забьете в поисковик сценарий для чек-ботов, вы буквально на первой странице поиска эту публикацию сможете найти. Вот еще пример того, как нужно подходить к созданию сценария. Теперь самое интересное – это то, как мы переносим сценарий в конструктор бота. Здесь я вам представила несколько конструкторов, с которыми я сама непосредственно работала, с некоторыми продолжаю работать. Если посмотреть на то, как они выглядят изнутри, плюс-минус конструкторы все похожи. Отличия только по функционалу и тому, куда и как мы что сможем запускать. Все остальное более-менее одинаково. Самый первый конструктор, с которым я работала, и мы работали с командой уже после Хакатона, когда дорабатывали своего бота, это AmyLogic. Он до сих пор у меня самый любимый, потому что там можно делать голосовых ботов. Но, к сожалению, компания изменила тарифную политику, и сегодня в AmyLogic бесплатных тарифов нет, и как раз тот бот, который мы делали, перестал из-за этого работать. А платные тарифы достаточно высоки, и я на данный момент пока не вижу смысла туда переходить. Но оставляю его как запасной вариант, потому что меня интересуют голосовые боты. И здесь это можно делать. Кроме того, в AmyLogic вы делаете один сценарий, и дальше выбираете, куда вы его хотите запускать. Вот несколько соцсетей одновременно. Вот здесь, конечно, плюс большой бот. Вот как, например, выглядит сценарий того бота, который мы делали после хакатона. На хакатоне и после хакатона. То есть есть блоки, которые между собой определенным образом связаны, есть блоки, в которых кнопки, есть блоки, в которых только текст, тексты, картинки. То есть наполнение шло согласно тому, какой сценарий мы продумали для себя. Второй конструктор – это Борис Ботт, тоже очень хороший. Здесь плюс в том, что есть готовые шаблоны сценария. То есть если вам сначала сложно это все прописать, здесь есть готовые шаблоны, которые вы можете адаптировать под себя. Вот здесь я привела пример. Есть для образования, для квестов, для автоматизации процессов. И даже HR, маркетинг, онбординг – вы все равно можете посмотреть, что они из себя представляют. Возможно, что-то по структуре своей вам подойдет. Вы выбираете шаблон, его изменяете в текстовом понимании под себя, и дальше он работает. Вот еще несколько примеров. Бот для ресторана, вот опять квест-бот-конструктор, онлайн-визитка, лично для себя можете использовать, бот для образовательных проектов, квиз-бот. То есть здесь очень много шаблонов. Дальше. Следующий конструктор – это Сэндпульс. У него есть бесплатный тариф. В Борис-боте тоже есть бесплатный тариф. Бесплатный тариф ограничен количеством уникальных пользователей – 40. Если мы говорим про Сэндпульс, бесплатный тариф есть, количество уникальных пользователей не ограничено, но ограничено количество их обращений к боту. 10 тысяч обращений в месяц, если вы берете бесплатный тариф. Плюс там много всяких интересных опций можно тоже на бесплатном тарифе подключить к боту. В том числе там рассылку, напоминания и так далее. Вот пример, скриншот того, как выглядит окошечко, где у нас создаются чат-боты. Плюс, видите, у меня есть обращение к боту, которое я создала, и я вижу этих пользователей, когда они впервые обратились, на каком моменте они застряли. Я могу в эти диалоги зайти, увидеть, проанализировать и сделать для себя определенные выводы. По личному опыту за месяц 10 тысяч сообщений никогда я не вырабатывала. Максимум, который был, это 5 или 6 тысяч. То есть, в принципе, можно использовать. Еще есть здесь ограничения на бесплатном тарифе. Вы можете запустить только 3 бота. Можете 3 бота в Телеграме, можете 1 в Телеграме, 2 в ВК, неважно, в сумме, не больше 3 ботов. И каждый сценарий для каждой соцсети создается отдельно. То есть, вы не можете создать и запустить несколько мессенджеров одновременно. Там разные конструкторы даже идут для Телеграма, для ВК, для Ватсапа. И для Фейсбука. И вот скриншот уже непосредственно самого чат-бота Бетюриен ТК. Вот тут начало сценария. Здесь всегда есть приветственная по умолчанию приветственная серия. Вы ее делаете. И дальше уже можно делать отдельные сохраненные цепочки для того, чтобы ваш сценарий был объемным и разрастался. Вот скриншот приветственной цепочки чат-бота Бетюриен ТК. То есть, у нас есть приветствие. В зависимости от того, какой вариант выбирает Абетюриент, он идет по той или иной ветке. В итоге он приходит к сообщению, где перечислены специальности. И дальше он, нажимая на ту или иную специальность, уже приходит на следующую цепочку. Эти цепочки уже сделаны отдельно, потому что поле тоже не безгранично. Плюс вы сами... Ну, можно очень серьезно запутаться, когда большое количество информации будет на одном поле. Еще очень хороший конструктор. Мне в последнее время он тоже нравится. Рабочат. Причем рабочат только для Телеграма и ВКонтакте. Если есть у него сейчас такая классная опция, поскольку он находится в стадии бета-тестирования, то у вас нет никаких ограничений. То есть, тут по факту сейчас нет ценовой политики. Все бесплатно. Весь полностью функционал, который есть, он бесплатен. Вы можете войти. Для того, чтобы зарегистрироваться, два варианта есть. Если вы создаете беты для ВКонтакте, вы должны зайти через ВКонтакт свой аккаунт. Либо, если вы делаете в Телеграме, соответственно, через Телеграм. Все. То есть, вы сразу отдельно делаете для Телеграма, либо, если заходите через ВК, то отдельно для ВКонтакте. Чем хорош этот конструктор? Тем, что здесь есть база знаний, начало работы. Здесь есть руководство и, ну, естественно, ответы на часто задаваемые вопросы. Я вот сделала скриншот. Смотрите, здесь можно посмотреть, как настраивать бот, что такое действие, что такое ключевые слова, триггеры, условия, задержка или таймер. То есть, вы абсолютно спокойно можете пошагово пройти, увидеть коротенькие видео, текстовую информацию, потому как с ним работать. Это абсолютно бесплатно. Вот, например, там, как запустить бот в Робочат. И дальше там по пунктикам идет вся информация. И пошагово можно сделать. Как выглядит сам конструктор внутри? Вы создаете отдельный проект. Причем здесь тоже хорошо. Можно выбрать шаблон сразу, но с технической точки зрения. Либо вы хотите, чтобы у вас были меню с кнопками, либо тесты с баллами. Ну, в основном я вот эти два выбирала. Хотя можно, допустим, еще сбор заявок, подумать, для чего использовать в своей деятельности. И дальше вы попадаете, когда вы выбираете, вы попадаете на готовый шаблон, уже полностью сделанный, и вы только его переделываете под себя. Вот смотрите, например. Я тут сильно уменьшила размер экрана, чтобы практически весь сценарий вы видели. Вам выдается готовый сценарий, и дальше вы уже меняете то, что вам необходимо. Текст, название там на кнопках. Можете изменить какую-то логику того, что за чем будет идти. Дальше вот здесь кнопочка опубликовать. И если вы в ВКонтакте, то вы подключаете к сообществу. Во ВКонтакте чип-ботов можно только к сообществу подключить, никак иначе. Если вы зашли через Telegram, то у вас вот тут подключение бота для начала работы. И тоже, если нужно, опубликовать. Выбрали конструктор. Кстати, что касается конструктора. Я на сегодняшний день работаю в трех. SendPulse, BorisBot и Robochart. Почему три, почему не один? Опять-таки, это все связано со спецификой каждого из конструкторов. И тем, какие задачи они могут с технической точки зрения выполнять. Я рекомендую... Ну, сначала вы освоите какой-то один. Например, можно там с того же BorisBot начать. А дальше еще хотя бы один взять в работу, чтобы было два. Была какая-то вариативность. Ну, вот у меня так получилось, что на данный момент три. Четвертый вот этот iMilogic, он у меня просто, скажем так, в запасе находится. Когда я увижу, возможно, какая-то тарифная политика поменяется, и в итоге я смогу снова туда вернуться. Есть большое количество других конструкторов. Здесь я их не показывала. Чуть позже на слайдах будет информация, где что можно почитать. В том числе вы можете в поисковике браузера написать конструкторы чат-ботов. И первая же страница выдачи вам покажет несколько статей, где будут перечислены максимальное количество конструкторов. Их на сегодняшний день, по-моему, больше 50. Я показывала русскоязычные. Есть и англоязычные. В некоторых я начинаю работать, но не всегда англоязычные инструменты воспринимаются аудиторией положительно в силу того, что они на иностранном языке. Поэтому я предложила вам на русском языке. Дальше мы запускаем с вами... Выбрали конструктор и запускаем его в мессенджер. Дальше очень такой важный этап – это дизайн личности бота. То есть, говоря проще, аватарка, как будет выглядеть ваш бот. Это тоже достаточно сложный, интересный процесс. У кого-то дизайн личности бота, внешний вид бота возникает сразу. У кого-то в процессе создания вырисовывается картинка, будет понятен характер того, какой бот. Чуть больше информации можно будет... Можно почитать на сайте Сила Медиа. У них есть несколько публикаций по тому, как создавались разные боты, особенно в период пандемии. Вот, например, они писали про чат-бота Тигран, как рождался вот этот внешний образ Тиграна. Где можно создавать, я думаю, что вы знаете. Это канва, это крыла. Еще есть несколько инструментов для обработки в телефоне, мобильных приложений. Это PixArt, Pixels и Snapseed. И есть еще инструмент для создания логотипов, где тоже можно в автоматизированной форме выбрать какие-то элементы, чтобы меньше заморачиваться на начальном этапе. Но, в принципе, вариантов достаточно много. Если вы хотите сами нарисовать, или можете предложить детям, например, определить, как они видят этого бота, какой у них образ возникает, и они вам вполне, я думаю, что что-то интересное создадут. Дальше мы делаем тестирование. Причем тестирование нужно сделать не только самому, попросить друзей, знакомых, коллег, чтобы люди, не ангажированные в процесс создания, видели немножко по-другому это все. И если возникают какие-то проблемы технические, прежде всего, это нормально. Все мы люди, все мы ошибаемся. Исправить все можно. Главное, когда вы исправляете что-то в сценарии, сохранить и обновить самого бота, и тогда он опять в Телеграме, ВКонтакте или в другой соцсети, где вы запускаете, он снова будет работать уже обновленный. Очень часто еще бывает, что в ботах, например, в начале в приветствии появляется сообщение, где пишут, что, допустим, бот находится в тестовой версии, и если у вас есть какие-то замечания, предложения, то можете писать туда-то или писать самому боту. Пишут про мастер-класс. Мастер-класс занимает 2,5-3 часа, и на этой платформе в режиме онлайн мы его провести не сможем. Зависит все, что можно. Я делала мастер-классы только в Zoom. Вебинар как раз на обзор и настроен. Дальше мы корректируем работу бота уже на основе обратной связи, причем этот процесс может быть бесконечным. На самом деле нет предела совершенств. Итак, еще раз резюмируем, какие этапы мы проходим, когда мы создаем чат-бот. Возможно, какие-то из этапов, поскольку это мой личный опыт, у вас могут поменяться, потому что у вас будет свой личный опыт, свой экспириенс, и, возможно, вы по-другому расскажете, как вы видите, что это нужно делать. Значит, еще раз, идея или проблема, целевая аудитория. Дальше мессенджер, выбор конструктора или платформы, обязательно сценарий, бумажный или носитель или цифровой инструменты. Затем переносим сценарий в конструктор бота, создаем дизайн, запускаем в мессенджере, тестируем и дальше корректируем уже работу бота на основе обратной связи. Что почитать? На самом деле есть литература, информация в интернете, которая вам поможет чуть лучше понять это. Во-первых, я очень сильно рекомендую журнал Сбербанка, Эдутэч, у них есть университет, есть сайт, где вы можете зарегистрироваться и скачать. Причем, видите, этот журнал 2018 года. И здесь как раз компании рассказывают, как они обучают своих сотрудников, используя чат-боты и искусственный интеллект в процессе обучения. Почитав, изучив ту информацию, которая есть в этом журнале, возможно, какие-то моменты вам будут более понятны. Если мы говорим про создание текстов, очень классные книги это «Пиши и сокращай» Максима Ильяхова, «Ясно, понятно» и его соавтора «Уступите место драме». То есть те книги, которые учат писать четко, кратко, ясно, понятно, убирая вот эту лишнюю воду из текста. Дальше есть еще в Телеграме несколько каналов, которые помогают тоже писать, учат писать тексты кратко, ясно и понятно. «Пиши и соблазняй», «Плывучая редакция», «Глофред». Вот одна из статей, о которой я говорила. Это на сайте Сила Медиа, как веб-квест и чат-бот помогают изучать геометрию. Дальше статья «Обзор 48 конструкторов для чат-ботов». Они считают, что там самая полная подборка в Рунете. Уже не самая полная, но все равно 48. Достаточно много. И платные, и бесплатные, русскоязычные, англоязычные. Есть еще портал ВКРУ, 14 сервисов для создания чат-бота без навыков программирования. Дальше. Есть новостные агрегаторы. Яндекс.Зен, Русбейс и ВКРУ. Там как раз есть разделы, которые касаются приложений. И вполне там можно найти информацию. Даже забить поисковик в этих приложениях чат-бот. Я говорю про приложения, потому что я на мобильном телефоне только в них ищу информацию, а не в десктопной версии. И увидеть, какие там новинки появились, обновления, какие-то примеры использования и попробовать адаптировать это под себя. Так, и теперь вопросы. Так, ожидания делай раз, делай два. Не получится делай раз, делай два. Это нужно очень долго по времени. Два с половиной, три часа. И в группе там от силы пять-семь человек, не больше. Потому что это индивидуальная работа. Так, давайте мы посмотрим вкладку «Вопросы». Ну вот во вкладку «Вопросы» у нас, как всегда, вопросы не пишут. Возможно, Татьяна мне поможет. Какие-то еще вопросы я пропустила, когда рассказывала. Так, про презентацию еще раз качать ее нельзя. Так, какой конструктор лучше использовать для Телеграма? Опять все индивидуально, вы должны для себя сами решить. Ну, я на данный момент в Телеграм запускаю и с Сенпульса, поскольку мне подходит то, что в бесплатном тарифе без лимита аудитории и 10 тысяч сообщений от уникальных пользователей более чем достаточно. Возможно, у вас возникнут какие-то другие понимания. То есть надо с какого-то конструктора начать. Посмотрите, начните с Борис Бота. Лучше всего он чуть… ну, не то, что проще. Там есть готовые сценарии. Там тоже есть, кстати, база знаний. И как и в Сенпульсе тоже база знаний. И у Сенпульса есть YouTube-канал, где они тоже детально все рассказывают и показывают. То есть они никогда этого не скрывают. Они помогают разобраться со своим инструментом. Поэтому посмотрите. Так, про мастер-класс я пока вам ничего не готова сказать, потому что это отдельная тема для отдельного разговора. Так, ну, так, презентация. Вот, возможно, есть еще… Так, еще есть какие-то вопросы. Так, когда бот создан в Робочате в мессенджер? Да. Смотрите, в Робочате. Вы когда регистрируетесь в Робочате, вы для себя определяете. Если вы хотите бота для ВК, то вы регистрируетесь через ВК. И вы его автоматом запустите в ВК. Сейчас я покажу вам еще раз. И вы когда будете создавать сценарий, у вас уже в нижнем левом углу… Так, это у нас Телеграм. Вот, смотрите. Вы создали сценарий, и вот здесь подключить к сообществу. В любом случае в ВК вы должны сделать сообщество, к которому вы этого бота прикрепите. Если вы делаете через Телеграм или регистрируете через Телеграм, то вы это делаете в Телеграме. Ну, не знаю, в Борис-Боте у меня не зависает. Возможно, все зависит от интернет-соединения. Спасибо, что по полочкам. Я старалась, потому что это мой личный опыт. Про мастер-класс пока еще раз повторю. Не готова вам никаких ответов дать. Для меня это неожиданный вопрос. На самом деле, если что-то будет понятно, на эту тему, то тогда я в соцсетях напишу. Кстати, по поводу соцсетей. У меня в основном Инстаграм. Я есть на Фейсбуке, но на Фейсбуке я практически редко что публикую. У меня основной Инстаграм. Я, кстати, тоже по чат-ботам сейчас начала публикацию постов, серию постов. Вообще планирую сделать курс этим летом по чат-ботам, но, опять-таки, там не массовый. То есть там ограниченное количество человек, потому что нужно индивидуально работать с каждым по работе в конструкторе. на 50-100 человек это не объясняется. Я вот уже опытным путем это поняла. У меня, по крайней мере, так. Возможно, кто-то сможет на 100 объяснить. Я – нет. Татьяна? Так, мы попросим Екатерину пока не уходить из эфира. Сейчас мы завершим нашу встречу, кстати, вот вопросом про курсы и мастер-классы. И затем мы уже отпустим нашего сегодняшнего уважаемого ведущего и перейдем уже к вопросам организационным, как я вам и обещала. Значит, по поводу мастер-классов, коллеги, на бесплатных часовых вебинарах, практикумов, мастер-классов, какого-то индивидуального обучения или почти индивидуального, а может быть, даже и массового, ну, в редкий случай когда. Да, потом сама формулировка «я хочу посмотреть мастер-класс». Ну, посмотреть мастер-класс – это как посмотреть в записи кино. Вот с Екатериной я здесь согласна. Самое главное – это отработка ручками, когда пробуешь, делаешь сам. Конечно, практика нужна, но любые короткие вебинары, часовые, бесплатные – это в основном рассказ, это в основном, ну, скажем, теория, изложение теории, может быть, какие-то алгоритмы, там, правила вам расскажут, дадут, но не более того. Вот к этому надо просто быть готовым. Это формат вебинаров. По поводу мастер-классов и курсов была у нас такая идея. Если это… Да, нет, Алена, мы все, конечно, понимаем и принимаем, просто имейте в виду, что вот таков формат самого проведения вебинара. Я могу ожидать от него, но, опять же, было сказано, рассказ об опыте, рассказ о том, как делалось, уникальная информация, потому что это, естественно, опыт только Екатерины, вот ровно то, что было написано в анонсе, то сегодня и прозвучало. Естественно, просто имейте в виду, на будущее, что вот таков формат самого мероприятия. По поводу мастер-классов и курсов. То есть, коллеги, если есть интерес к подобного рода курсам, к обучению, к тому, чтобы Екатерина поделилась уже практическим каким-то своим опытом и на практике помогла бы в освоении, у меня есть такое предложение. Вот кто ждал, кто хочет и кто готов, в группе «Контент и медиа» в онлайн-обучении, ссылку на группу я вам сейчас даю в чат, там есть анонс сегодняшнего вебинара Екатерины. В комментариях под анонсу напишите обучение. Да, вот просто одно слово – обучение. Если у нас будет набираться достаточное количество желающих, мы тогда попросим Екатерину, может быть, не сейчас, не быстро, может быть, в конце, в начале, скорее всего, к сентябрю ближе, вот такой вот курс провести. Да, образовательный, нормальный обучающий курс, повышение квалификации. За лето вполне можно сформировать группы и подготовить материалы. И вот я думаю, если Екатерина будет за, то мы вот такой вот формат можем сделать. Екатерина, вы не против? Да, нет, мастер-класс там, ну, как бы единоразово можно провести, какой-то небольшой кусочек, но это нужно отдельно с вами обсудить, чтобы понять, что и как, и только... Да, самое главное, если есть желание, если будет запрос, то, конечно, мы это будем. Если у меня уже... Ну, и сейчас, чтобы не потерялись, не потерялись, вот сделаем таким образом, в группе, просто в комментариях к анонсу вебинара Екатерины, там же будет размещена, кстати, ссылка на запись вебинара, и туда же просто напишите обучение. Все, кому это нужно, важно, кто готов, это все будет... все можно будет рассмотреть и сделать. Ну, вот, коллеги, вроде бы и... Можно через, ну, мастер-класс единоразовый посмотреть, насколько это будет... Понятно, может быть, кто-то увидит, что это слишком сложно, но кто-то, наоборот, увидит, что классно, надо дальше развиваться, потому что есть, скажем, такая вводная часть, а есть более сложная, где нужно триггеры ставить, какие-то условия, в каких-то конструкторах даже частично можно программировать для того, чтобы уже умного бота делать. То есть это уже уровень другой. Да, ну, это, я думаю, уже в дальнейшем все обсуждаемо и все решаемо, поэтому, коллеги, все принимаем к сведению и все будем рассматривать. Вот Екатерина у нас улыбнулась в завершении нашей встречи. Большое спасибо, Екатерина, за то, что были сегодня с нами, за ваше представление, за то, что поделились своим опытом. Действительно, очень здорово и не так уж и просто, да, и много разных нюансов. На этом мы Екатерину тогда отпускаем. Если больше нет вопросов, если есть вопросы, можно будет задать ей уже непосредственно связаться в Фейсбуке либо вот по контактам, которые вы делаете.